В конце ноября Федеральный институт НАМИ закрыл сделку по приобретению активов ушедшего из России Ниссана, включая автозавод в Петербурге. В течение шести лет Ниссан имеет право выкупить имущество обратно, поэтому никаких новых инвесторов на остановленный завод привлечь нельзя. Однако принадлежащим НАМИ заводом будет управлять АвтоВАЗ, и производство машин возобновится уже в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер Денис Мантуров. Причём сказано, это было между делом. Речь шла о восстановлении рынка в целом. Занятно, что Минпромторг упрямо сохраняет прогноз падения российского рынка на 55%, до 750 тысяч автомобилей. Хотя за 11 месяцев продажи провалились гораздо глубже, более чем на 60%, до 550 тысяч. И добрать недостающие 200 тысяч за декабрь будет невероятной удачей. Что же может выпускать АвтоВАЗ на бывшем заводе Ниссана? Осенью тольяттинцы активно вели переговоры с иностранными партнёрами. И предположим, что речь идёт о китайских машинах. Один безработный завод у ВАЗа уже есть — это Лада Ижевска, ранее выпускавший Весту. По идее, в Удмуртии сохранится производство компонентов, но это мелочи для площадки мощностью 230 тысяч комплектных автомобилей. Пресс-служба Минпромторга рассказала о заседании Совета директоров АвтоВАЗа под председательством Дениса Мантурова, который среди целей компании на 23-й год назвал возобновление производства Лады «Ларгус» в Тольятти и выпуск опытной партии электрических «Ларгусов» в Ижевске. Формулировка «опытная партия» означает машины, готовые к тестовой эксплуатации. И это крайне амбициозная задача. Логичнее предположить, что за один год завод успеет собрать лишь приблизительные, пробные экземпляры — фактически ходовые макеты. Проект третьего поколения «Нивы», который АвтоВАЗ с разной интенсивностью разрабатывает ещё с 2007 года, в который уже раз заморожен. В своём окончательном виде «Нива 3» должна была воплотиться в 2024 году в виде родственного «Дастеру» кроссовера на французской платформе CMF и даже основать отдельный суббренд. Но понятно, что в нынешних условиях этого не случится. Всё это означает, что новинок с полным приводом у «Лада» не просматривается даже в отдалённой перспективе. По соглашению с «Рено», АвтоВАЗ имеет право выпускать под своим брендом «Дастер». Но делать этого не будет, ведь французам пришлось бы платить ройалти — 4% от продажной цены. А это сравнимо с рентабельностью автопрома, которую президент АвтоВАЗа Максим Соколов в недавнем интервью изданию «Форбс» оценил в 4-5,5%. АвтоВАЗ